Аня, что ты тут делаешь? Можешь рассказать? Я найду, где-то есть. Что Аня делает? Не, не, не. Не, не, не. Нет, это первый раз игра нормальная. Блокер играет в игру. Блокеры? 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 Да. Блокеры? Блокеры? Туринды. Ты вчера так едешь, как я вчера в туалет хотела. Послышь, ну иди отсюда. Она на него узбите была. Фантазински была написана. Все, включимся. Вот что они делают. Смотрите, как классно. Кто-то там летит сейчас. Класс. Но страшно, честно. Мечта твоя? Да. Да, да, да. Это Каменских, по-моему, да? Настя Каменских, кто знает. Вот она, по-моему, повредила себе ногу сильно из-за этого. Играли с Анастасией. И, конечно же, я выиграла Настю. Настя немножко расстроена. Но я думаю, ничего страшного. А давай без, давай без граната. А, ничего, давай без. Насте не дано быть игроком года. Ты не разобралась, его не крутило меня. Я пытаюсь... Дайте им играть. Да не. Так, ребята, жарю шашлык. Шашлык на мне. Настя замариновала, а я жарю. Так же еще такие стейки пожарю. Ну, это магазинный маринад. Как они мне делали. Тоже свинина. Хорошо, когда есть грильница. Удобно. Так реально вкус такой же, как и на мангале, вот на природе. Отличный вариант. Все. Я дожарила мясо. Вот. Быстро, кстати, очень быстро. Сейчас стейки быстро жарю и все. Мы кусочек попробовали. Хорошая, мягкая, кстати говоря. Хоть оно и мариновалось два часа, но мягкое ем. Настя молодец. Все, мы уже сели, будем сидеть на балконе. Здесь прекрасно просто сидеть. Воздух свежий отлично. Хорошо, когда есть балкон. Это вообще просто мере ально. У нас шашлычок и стейки. Ну и вы видели, я вам показываю салатик. Настя сделала. В общем, посидим, поужинаем, пообщаемся и будем в эфире. Все. У нас новый день. Людмила приготовила курицу. Курица, да? Ну, бывает. Курица, да? Ну, она видишь, под картошкой спрятана. Нет, потому что синие на кускам. Да нет. Я думала, что это стейки синие. Но это вчерашние. Ааа. По зрителям. Что, приятного аппетита всем поживаю? Что я расскажу? Кушать будем? Я не хочу, если хочу пить колу. Постоянно. Мы уже у себя дома и видео начинается со шпротов. Настя говорит, зачем я снимаю. А я должна же хоть что-то вам снимать. Как вы любите кушать шпроты? Как мы, гряночка, майонез чуть-чуть, чесночок и огурчик. Еще здесь должно быть яйцо, но, увы, мы не купили яйца. А так, в целом, очень даже вкусно. Шпроты покупали в РВ за 2,50, да? За 2,50. Вкусно. Так, ребята, всем здравствуйте. Мы уже дома. Боже, телефон считается тут держать. Потому что это Аня на телефон мне неудобно. Значит, что, приехали мы вчера. Вчера, кстати, дорога была хорошая. Никаких затор не было. Удачно добрались, быстро. Приехали. И, конечно же, мы подъезжали спонтанно после эфира. Скажем так, нас конкретно расстроено. Я не буду уточнять информацию, да. Ну, нас у нас оскорбили и обидели. Да, это все на этом. Значит, приехали мы, выспались. Вот, у нас сегодня вообще погода. Но именно на нашей земле. Именно в нашем городе, точнее, очень-очень холодно. 14 градусов. Как вы можете видеть, я уже одела свитер. Сейчас будем идти в РВ, ой, РВ или Альди. Не знаю, еще не закрыто. Может, в Альди что-то будем покупать продукты. Я немного сейчас расстроена, потому что у нас куча дел. Меня самое большее возмущает то, что я приехала. У меня куча стирки. И мне нужно стираться. Что-то я постирала. Это только вот футболка, джинсы. Так как сейчас магазины закрываются и не успела, поэтому приду после магазина, буду заниматься вручную стирку. Стирку стирать буду вручную. Много очень вещей надо перебрать. Вообще не понимаю. Посмотрела погоду. Обещаю на 2-3 недели, что будет вот такая стабильная погода. Как бы прохладно. Но когда мы были у Люды, у Люмилы, было у них, конечно, жарко. У них погода на 4-5 градусов больше. А здесь, когда мы приехали вчера и сегодня, вообще у нас холодно. Не знаю, что делать со стиральной машинкой. Мы, наверное, будем вызывать нашего волонтера, чтобы он что-то посмотрел ее. Может отвез починить. Может на месте что-то сделать. Но мне скорее кажется, что ее надо отвозить на ремонт. Потому как она была залита водой. Я не знаю, что с ней случилось. Как бы там ни было, все равно надо человек, который ее разберет, посмотрит. Пока что, да, будем как-то разбирать вещи, сами стираться. Не знаю. Боже мой, что у меня с лицом. Не знаю, надо покупать. Я сегодня, наверное, не буду. Уже на днях буду покупать маски новые, средства для волос. После покраски у меня волосы погибают. Плюс еще на днях я их выравнивала. Плойка дает о себе знать. Так что, девочки, меньше пользуйтесь этими плойками, фенами. Хотя феном бывает вообще редко. Вот сегодня, да, я попользовалась. Я даже не досушила. Потому что я не могу. Хоть холодный воздух, но мне фен не подходит. Они потом вообще у меня сухие-сухие. Я думаю, сейчас заметно. Надо покупать много средств для моих волос. Какие-то увлажняющие средства для волос. Бальзамы и так дальше. Я только пользовалась маской. Что еще? Пока что как-то так время проводим. Не знаю. Будем встроить планы на эту неделю, на следующую. Сегодня решились поехать, но не поехали. Отдохнули все-таки. Решили выспимся. Сегодня подумаем. И думаю, может быть, поедем. Я не знаю, если сделаем все свои дела, то может на днях поедем в другой город погуляем. Потому что тикет пропадает. У нас билеты сгорают. И как бы жалко, деньги заплатили. И нужно серьезно ехать. Не то, что там обидно. Просто реально каникулы как-то так непонятно проходят. Поэтому будем решаться, что-то придумывать. Но в первую очередь надо порешать дела с машинкой стиральной. И другие дела. Письма с жоп-центром и так далее. Кстати, мне пришло письмо. Будем уточнять. Я думаю, что, скорее всего, придет волонтер. И будем разбираться. Он уже приехал домой. Так что как-то так. Все, ребятки. На этом все у меня. Сейчас уже надо выбегать. Просто время идет. Как вы знаете, в Германии магазинчики закрываются все в одно время. Но у нас не в 8 альтик закрывается, а в 7. Это самое ближайшее. Потому что другой находится километр от нас. А оно в 9 закрывается. Везде по разному, кстати говоря. Так что все, ребята. Будем убегать. Спасибо всем, кто посмотрел наше видео. Поставьте, пожалуйста, лайк на видео. И напишите нам комментарий. И подписывайтесь. Все. До скорых встреч. Всем пока.